Итак, мы с вами немножко поговорили о том, что происходит, и сейчас мы будем говорить о нашей жизни конкретно. То есть мы разобрали четыре стадии развития событий. Как эти события могут в стране отразиться на характере моего близкого человека? Вот смотрите, есть личная судьба, есть судьба семьи, есть судьба страны. Мы сейчас взаимодействие этих судеб разбираем. Вот смотрите, допустим, страна находится на третьей стадии трудности. Как это определить? На какой стадии? По состоянию сознания людей. Если страна на первой стадии трудности находится, люди немножко обескуражены, они ходят чего-то бояться. Меньше люди выходят по вечерам на ночь, больше гавкают собаки на улице. То есть появляется страх. На второй стадии, когда страна живет, тогда появляется ограничение торговли. То есть страна начинает испытывать трудности во взаимоотношениях с другими странами, потому что закрываются двери в разные стороны, закрываются двери из-за того, что наступает неприятие друг друга. Понимаете? Так время начинает действовать. И на третьей стадии, когда страна находится, тогда возникает вражда. Враги появляются в нашей жизни. И как люди выглядят в это время? Они удручены. Потому что, когда время заставляет враждовать с кем-то, счастья от этого никакого нет вообще. И поэтому в настроении людей удрученность и трудность, ощущение тяжести. Я когда приехал на этой четвертой стадии лекции, читал в Киеве, я увидел разруху в сознании людей. Люди просто с таким взглядом окаменелым просто смотрели на меня. Сейчас я увижу просто боль, обиду, страдания и грусть. Атмосфера такая, понимаете? Это означает третья стадия. Ничего общего с вами это не имеет. Я сейчас говорю о влиянии времени. Я не говорю, что вы люди, которые грустные по природе, страдающие. Там, как есть песни, там живут несчастные люди, диколи. На лицо ужасные, добрые внутри. Нет, это совсем не так. Наоборот, люди красивые на Украине, добрые, щедрые. Нет, я серьезно говорю, что тут смешно. Это факт. Больше цветов, чем в Киеве, мне нигде никогда не дарили. Это факт, сто процентов. Но время, оно никого не щадит, понимаете? Оно всех воспитывает. И хороших, и плохих. Хороших в первую очередь. Теперь в стране вот такая ситуация. Повлияет ли это на мою личную жизнь? Повлияет, несомненно. Знаете, что если страна находится на этой третьей стадии влияния времени, вы не имеете права не молиться в вашей семье. Не имеете права. Потому что если вы не будете этого делать, ваш человек обязательно отвалится от вас. Или будет отваливаться. Потому что люди, когда тяжело жить в стране, они становятся удрученными. И когда удрученность приходит в личные отношения, тогда два человека начинают отождествлять близкого человека с проблемами страны. Сейчас объясню. Вот допустим, близкий человек лишился работы. Это влияние энергии страны. Когда в стране становится тяжелее жить, рабочих становится меньше, а безработных больше. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это не то, что человек плохой, поэтому он не работает. Просто он слабее того, кто работает. У него чуть меньше благочестия. И он лишается работы. Или насладывается его плохой период жизни на плохой период жизни страны. И что происходит значит в это время? Если человек не находится на духовной платформе, он видит перед собой неудачника, который не может его радовать теплыми словами в это время, потому что ему тяжело жить. У него портится здоровье. Когда человек лишается хорошей судьбы, работы, хорошего заработка, он входит в состояние нищеты. У него рушится здоровье, у него рушится настроение, у него рушится характер. Он становится более агрессивным, злобным, огрызается больше, злится, плачет и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Возникает реальная ситуация, в которой невозможно жить. И это возникает всегда и у всех. Поэтому единственный способ в этой ситуации — это решать эту проблему с помощью отношений с чистотой, с той силой, от которой исходит свет. Мне подарили Святую Матрону. Слово «святая» означает «свет». И нимб из-за этого над головой рисуется. Что это не воображаемая вещь. Это вещь реальная. То есть есть в разных культурах, традициях духовных, есть люди, которые связаны с Богом. Как лампочка, подключенная к электрическому свету. Вокруг нее светло. Означает тма невежества и неплохой тяжелой жизни рассеивается. Четвертая стадия — это тьма жизни. Война — это тьма жизни. Там нет ничего хорошего. А третья стадия злоба и ненависти — это тоже сумерки. В сумерках сознание человека спутано. Он не может видеть ясно. Для того, чтобы видеть ясно, надо просиять изнутри. Означает иметь дело, близкие отношения, быть облаком защитным от беды, служить таким людям в своем сердце, стать ветром, напевая ваши песни, ваши молитвы. С свечой гореть над книгой, которую вы написали, читать ее с радостью в сердце. Или капелькой воды пролиться после вас, служить вашему делу. Субтитры создавал DimaTorzok